Поговорим о тайнах и загадках. Несколько миллиардов лет назад гигантская капля раскаленной материи оторвалась от Солнца и принялась, медленно остывая, кружиться вокруг него. Потом эту каплю назвали Землей. Так началась история Земли. Когда Земля остыла, ее покрыл первобытный океан, и в его теплых водах зародилась жизнь. Сначала это были маленькие бактерии, затем океан заселили простейшие живые существа, которые становились все сложнее и крупнее. Когда океаны немного отступили и над поверхностью вод появились первые острова, кое-кто из обитателей океана выполз на сушу. Прошло много миллионов лет. Если бы мы заглянули в первобытный лес, то удивились бы тому, какие большие и разнообразные существа его населяют. От насекомых до динозавров ростом с десятиэтажный дом. Климат изменился. Огромные динозавры вымерли, потому что не смогли приспособиться к холодам. И господами земли стали млекопитающие, теплокровные животные. Эту эпоху в истории земли мы можем назвать историей жизни на земле. Больше четырех миллионов лет назад потомки некоторых обезьян спустились с деревьев и научились ходить на задних ногах, а в руках держать полки и камни. Сообразили, как разводить огонь и ловить рыбу на костяной крючок. Потом те из наших предков, которые научились трудиться и говорить, построили первый дом, вспахали первое поле. Отсюда начинается история человечества. Или просто история. Человек, такой как мы с вами, существует на земле примерно 30 тысяч лет. Далеко не сразу люди научились писать, и потому мы можем узнать об их жизни только из раскопок, которые ведут археологи. Не так уж много, но кое о чем можно догадываться. Так что не успеет начаться история, как начинаются тайны. Вся история соткана из тайн. Везде, где наши знания не полны, в них существуют пробелы, мы вправе задать вопрос. А что же было на самом деле? Тайн в истории бесконечно много. Причем им не обязательно забираться в древние времена. Мы найдем тайны и в той истории, которая начинается сегодня. Что-то произошло и, как говорят, кануло в лету. Лето – это сказочная река подземного царства мертвых, мифологии древних греков. Души умерших людей попадали к лете, и, глотнув воды из мертвой реки, человек забывал о своей земной жизни. И ему уже не хотелось вернуться. Надо помнить о том, что завтрашний день станет историей для дня послезавтрашнего. Мы живем в будущем, в настоящем и в прошлом, смотря с какой точки зрения поглядеть. Историю делают люди, а у людей разные взгляды на мир и друг на друга. Далеко не все говорят правду, далеко не всем она выгодна. А преступникам всегда очень хочется, чтобы их поступки показались в будущем совсем иными, чем они были на самом деле. Значит, преступник сделает все, чтобы мы с вами не узнали правды. Так рождаются тайны истории. Бывает иначе. Далеко не у всех событий есть свидетели. Представьте себе, что король погиб в бою или на охоте, когда был совсем один. Что с ним случилось, это тайна. Другой король умирает, не оставив завещание, лишь успев шепнуть полководцу, «Оставляю державу моей жене». И испускает дух. Полководец выходит к собравшимся у двери родственникам и с печалью во взоре произносит. Наш владыка опочил, но с последним вздохом передал мне власть над всеми вами. И пока другие полководцы не соберутся глубокой ночью и не зарежут обманщика, он будет сидеть на престоле. Да еще отравит наследного принца и задушит вдову короля. В этой вымышленной истории сразу три или четыре тайны. Вы их сами без труда найдете. Разве так не бывает в жизни? А если пропала без следа экспедиция? А если команда почему-то покинула судно, и оно несется по волнам без единого человека на борту? А если исчезла бесследно библиотека со множеством редчайших книг? Так, тайн не перечесть. Но кроме тайн, которые действительно были в прошлом, есть тайны, которых не было. Но кому-то выгодно, чтобы они существовали. Порой тайны существуют, потому что некому рассказать о том, как все было на самом деле. Может быть, вы слышали о тайне Марии Целесты? Этот парусник почему-то был покинут экипажем. Когда его нашли в море, оказалось, что все на борту в полном порядке. Даже суп в камбузе на плите еще горячий. Но ни одного человека на борту. Вот с тех пор каждый, кому не лень, придумывает объяснение тому, почему не было людей на борту. Куда они делись? Какой морской змей их сожрал? А рассказать правду некому. Потому что, если даже кто-то и спасся с этого судна, или видел со стороны, как все произошло, он умер сто лет назад. И вряд ли имеет смысл искать его дневники. Впрочем, чего только не бывает на свете. Прежде чем перейти к загадкам истории, полезно вспомнить, что мы с вами знаем о календаре. Ведь нередко будут встречаться слова «наша эра», «до нашей эры», «луный месяц», «старый стиль» и так далее. Календарю, друзья, посвящено отдельное видео на моем канале. Ссылку для заинтересовавшихся оставлю в описании под этим видео. Далекие предки. Неандертальцы и кроманьонцы. Рассказ о тайных историй начинается с того момента, когда возникло человечество. То есть, когда наши прямые предки, именуемые научно-гому сапиенс, человек разумный, стали господствующим видом приматов. Когда это случилось? Как это произошло? И где же это произошло? Как видим, уже с самим происхождением человека связано немало тайн. Но прежде чем двигаться дальше, попробуем разобраться в этих загадках. Существует два основных объяснения происхождения человека. Объяснение первое – религиозное. Любая религия утверждает, что человек был создан богами или богом. Из глины, из камня, из травы, из воды – вариантов множество. Но все они отрицают одно – эволюцию. Объяснение второе – научное или эволюционное. Ученые полагают, что человек произошел от подобных обезьянам-предков в ходе длительных миллионов лет эволюции в результате естественного отбора. На вопрос, когда это случилось, наука и религия дают различные ответы. Каждая религия отчитывает древночеловеческого рода по своим законам. По христианской догме это случилось примерно семь с половиной тысяч лет назад. Биология же полагает, что по-настоящему наши предки могут называться людьми последние 30-40 тысяч лет. С этого времени археологи находят погребения таких же, как мы, людей, которых называют кроманьонцами. И если вы поставите рядом кроманьонца и современного человека, то различить их будет невозможно. Но чтобы ответить на другие вопросы, стоит, пожалуй, в крапце поговорить о том, как с точки зрения науки шла эволюция человека. Еще довольно недавно, в 18 веке, все ученые полагали, что ни люди, ни животные на Земле не изменялись. Как они были созданы высшей силой, так и живут. А когда случайно находили кости динозавров и лебивни мамонтов, то считали, что эти чудовища вымерли, передравшись между собой. Но первоначально были созданы вместе с человеком. Давайте с самого начала договоримся, что динозавры жили в Мезозойскую эру, то есть много миллионов лет назад. И поэтому не только первобытные люди, но даже самые первые обезьяны с динозаврами так и не встретились. Чуть меньше 100 миллионов лет назад на Земле произошла какая-то катастрофа. Может быть, падение гигантского метеорита, может быть, похолодание, которое погубило всех крупных динозавров. На память о владычестве тех гигантов нам остались и ящерицы, и змеи. Впрочем, на острове Комода в Индонезии до сих пор обитает гигантский варан, которого еще называют драконом острова Комода. И он достигает трех метров в длину. Сравнительно недавно, полторы сотни лет назад, величайший ученый Чарльд Дарвин создал теорию естественного отбора. Он показал, что животные изменяются для того, чтобы лучше приспособиться к климату или другим условиям жизни. Дарвин предположил, что человек произошел от обезьяны. Но не все было так просто, как кажется. Когда мы говорим, что люди произошли от обезьян, это не значит, что они произошли от одной из тех обезьян, которые живут сегодня. Просто-напросто у человека и обезьяны был какой-то общий предок. После того, как Дарвин напечатал свою знаменитую книгу «Происхождение видов», ученые, которые с ним согласились, принялись искать, так сказать, недостающее звено. Ведь если известно, что была какая-то обезьяна, а потом появился человек, значит, между ними должен был существовать обезьяна-человек. Его и назвали недостающим звеном. И вот в конце XIX века один из последователей Чальза Дарвина, голландский врач Дюбуа, работавший на острове Ява, откопал там часть черепа неизвестного существа, мозг которого был развит более чем у любой обезьяны. Зубы были скорее человеческими, а не обезьянами. И ходил он, скорее всего, на двух ногах. Своё, так сказать, недостающее звено Дюбуа назвал пятикантропом, то есть обезьяно-человеком. Но, конечно же, поиски предков человека на этом не закончились, ведь пятикантроп был скорее человеком, чем обезьяны. А как был сделан самый первый шаг по пути превращения обезьяны в человека? Ответ на эту загадку дали раскопки в Африке. В Южной Африке, Танзании и Эфиопии раскопки начались в 20-х годах XX века и продолжаются по сей день. Особенно важное и интересное открытие связано и с семьёй археологов Лики. Первые австралопитеки, то есть южные обезьяны, были найдены старшим Лики. А теперь эту работу продолжают его дети. Называть австралопитеков обезьянами можно лишь условно, ведь уже известно, что они хоть и были невелики размером, но могли передвигаться на задних лапах, пользоваться на охоте палками и камнями и даже умели изготавливать самые примитивные орудия из камня. Лики принадлежит открытию существа, которое было на шаг ближе к человеку, чем австралопитек. Он назвал его Homo habilis, что по латыни означает «человек умелый». Сегодня возраст обезьян-людей из Африки определяется более чем в 3 миллиона лет. Именно тогда и началась эволюция человека. Первобытные люди, именно люди, а не обезьяна-люди, появились, конечно же, позже, но возраст их насчитывают сотни тысяч лет. Места их обитания не ограничиваются Африкой. Например, в Китае существовал синантроп, то есть китайский человек. Он умел изготавливать каменные орудия и охотиться на крупных животных. Кости похожих первобытных людей найдены и в Европе, и в Сибири, и в Палестине. Их не было, только в Америке. Туда первобытные люди перебраться не могли. Они еще не умели путешествовать по морю. Но тут наступил ледниковый период. Климат на Земле резко изменился, похолодало. И постепенно почти всю нынешнюю Европу покрыли ледники. Льды ползли к югу, перемалывая все на своем пути. Не только леса, но и холмы. Толщина ледников достигала километра и более. Ледниковый период изменил всю жизнь на Земле. Сносный для жизни климат сохранился только в Африке и Южной Азии. Там росли леса и в степях зеленела трава. Но время ледников – это время сухих тысячелетий. Ведь ледники вобрали в себя значительную часть воды, которой покрыта наша планета. Стало меньше облаков, меньше дождей. Уровень мирового океана резко упал. И поэтому там, где некогда катились морские волны, образовалась суша. Исчезли проливы между Азией и Америкой, между Индией и Цейлоном, между Англией и Францией. Резко изменился животный и растительный мир. Теплолюбивые растения и животные вымерли или отступили в центр Африки. А в холодных краях вместо них появились покрытые густой шерстью мамонты, пещерные медведи и саблезубые тикры. К счастью для первобытных людей, они уже научились одеваться в шкуры, поддерживать в пещерах огонь и охотиться на крупных зверей. А суровый климат даже помог им быстрее развиваться. Ведь когда идет снег, а мамонт убегает по тундре, не разленешься. Приходится и совместные охоты организовывать, и новые орудия придумывать, и даже ловушки для мамонтов устраивать. Постепенно первобытные люди, которых принято называть неандертальцами по названию немецкой деревни Неандерталь, возле которой были впервые найдены кости этих людей, распространились по всему миру. Тем более, что помогал им в этом, как ни странно, ледник. Он понизил уровень морей, и человек смог по суху идти от острова к острову, от земли к земле. Неандертальцы были людьми невысокого роста, коренастыми, сутулыми. У них были большие надбровные дуги, низкий лоб и челюсть почти без подбородка. Но в то же время объем мозга неандертальцев не уступал нашему с вами. Они хоронили своих умерших родственников, а это говорит о многом. Ведь ни одно животное не понимает, что такое смерть. Только человек способен это осознать. Ни одно животное не догадается спрятать тело своего умершего сородича в земле. А это означает также, что у неандертальцев зарождалась религия и представление об ином мире. До недавнего времени все ученые полагали, что современные люди произошли от неандертальцев. И даже когда в учебниках рисовали предков человека, то последним в этом ряду стоял именно неандерталец. Но в наше время накопилось множество материалов, которые давали пищу для сомнений. Например, оказалось, что неандертальцы еще жили в какой-нибудь местности, а рядом с ними в соседней пещере уже обитали кроманьемцы. А кто такие кроманьемцы? Кроманьемцами называют наших прямых предков, то есть людей, которые ничем от нас с вами не отличаются. Трудно сказать, когда и где впервые появились кроманьемцы. Но будем считать, что это случилось примерно 50 тысяч лет назад, когда главной расой или породой людей были неандертальцы. До конца тайна появления кроманьемцев еще не разгадана, но с каждым днем, с каждой новой находкой мы приближаемся к разгадке. Факт остается фактом. Самые поздние находки неандертальцев показывают, что они словно перестали развиваться. Стоили 200 тысяч лет назад, они были более развитые, чем последние их представители. Почему последние? Потому что примерно 35 тысяч лет назад неандертальцы исчезают с лица Земли. И в пещерах или на стоянках, где они еще недавно обитали, живут уже кроманьемцы. Некоторые ученые думают, что кроманьемцы были умнее, у них были хорошие орудия, и они стали воевать с неандертальцами за охотничьи угодья и постепенно перебили своих старших братьев или предков. Другие исследователи уверены, что неандертальцы не смогли приспособиться к тому, что ледниковый период кончился и снова стало теплее. Исчезли мамонты, их основная пища. Надо было пахать землю, сесть зерно, приручать коз, быков, разводить лошадей. А неандертальцы этого не умели и научиться не смогли. Вот и стали они болеть и вымирать. Недавно сделали важное открытие ученые, которые пытаются отыскать ответ на загадку, почему исчезли мамонты. Неужели правы те, кто считает, что мамонтов истребили люди? Ученые рассуждали так. Самые поздние находки мамонтов, погибших в конце ледникового периода, то есть 10 тысяч лет назад, были сделаны в Сибири. Мамонты медленно продвигались следом за отступающим ледником. Они привыкли питаться тундровыми растениями, а южнее жить они уже не могли. И жарко, и пища другая. Так вот, можно утверждать, что 10 тысяч лет назад неандертальцев в Сибири уже не осталось, а кроманьонцы, то есть современные люди, туда добирались редко. То есть истребить мамонтов было некому. Они вымерли без помощи людей. Больше того, совсем недавно была послана экспедиция на очень большой полярный остров Врангеля, лежащий в Ледовитом океане. И там было сделано удивительное открытие. Ученые отыскали немало мамонтовых костей и бивней. Стало ясно, что когда ледник освободил Сибирь, последние мамонты пошли по льду на остров Врангеля, где просуществовали еще некоторое время. И оказалось, что последние мамонты на острове Врангеля вымерли менее 5 тысяч лет назад, когда в Египте уже строили первые пирамиды. Но они сильно отличались от тех мамонтов, которых мы знаем по картинкам и бивням, лежащим в музее. Это были совсем небольшие мохнатые слоны ростом с быка. Только такие карлики могли там прокормиться. А гиганты погибли первыми. Как бы ни походили на нас с вами неандертальцы, они еще не были настоящими людьми. Их мозг, хоть и большой, был устроен примитивнее нашего. А это означает, что неандертальцы, подобно мамонтам, не могли перестроиться, придумать новые способы жизни, когда изменились условия их существования. Недаром самые поздние представители этого племени и ниже ростом и примитивнее, чем неандертальцы периода расцвета. И поэтому ясно, что кроманьонцы произойти от неандертальцев не могли. Неандертальцы – это боковая, тупиковая ветвь эволюции. Недавно в дело вмешались генетики и внесли свой вклад в разгадку этой тайны. Они расшифровали генетический код неандертальцев и доказали, что генетически современные люди и неандертальцы различаются настолько, что, можно утверждать, они имели общего предка, но примерно 600 тысяч лет назад их пути разошлись. То есть развитие этих двух ветвей человечества пошло разными путями еще до того, как неандертальцы стали неандертальцами, а кроманьонцы – нашими дедушками. И тут сразу возникает вопрос. А когда люди разделились на расы и народы? На него есть пока только общий ответ. Когда кончился ледниковый период, то есть климат стал меняться, кроманьонцам, которых было еще очень немного, пришлось искать новые охотничьи угодья. И они расселились по всем концам земли. Когда они попадали в новые условия, им приходилось приспосабливаться к новому климату. В Африке лучше выживали люди с темной кожей. В пустынях Китая преимущество давали узкие глаза и так далее. Но, несмотря на различия в цвете кожи, люди оставались одним видом. Где бы ты ни встретил человека, он принадлежит к виду гомусапиум, то есть человек разумный. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если тема вам была интересна. Подписывайтесь на канал. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. А на сегодня у меня все. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok